Девушки отдыхают 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 то есть автономность это слово независимо от другого слова ну как бы мы будем сегодня рассматривать такие примеры на что это влияет это влияет на на огласовку да на огласовку например давар или девар давар просто если я скажу давар ашер дебарти или давар ашер катавти значит это слово находится в автономном виде то есть она мухрат если 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 же я скажу девар ашем слово господа то тогда это слово слово да то же самое слово и слова во втором примере это слово будет находиться в зависимости то есть слово чье слово чье господа значит но это как бы предисловие которое сделал но мы будем рассматривать пока что я объяснил это эту терминологию еще раз саму это значит зависимое слово мухрат это значит автономное слово запомните эти два определения и мы будем продолжать дальше так и так шейла кавгимель значит мы сегодня в двадцать третьем вопросе самух мухрат не дамиктер что такое самух и что такое мухрат пишуго ответ мухрат дамик кесельгин дамиктер то есть что такое мухрат в переводе в переводе мухрат это отрезанный отрезанный или отрезанная слово то есть оно Независимое слово от другого, и поэтому такой перевод, такое обозначение слова, оно называется мухрад, как бы оно отрезано от других слов. То есть, если одно слово не будет зависеть, то есть не будет полагаться на какое-то другое слово, и оно будет находиться само по себе, это само по себе автономность, дурсам, то есть дурса будет стоять, оно мухрад дерлет, такое слово будет называться мухрад. И здесь будут сейчас у нас примеры, давар, загав. Мы видим, что огласовка этих двух слов камеч-камеч, а-а, то есть давар, загав. И здесь идет перевод дживаб алтым, то есть давар, слово по-караимски будет дживаб, а загав, золото, по-караимски будет алтым. Теперь далее. Бир гайрыш ше ге кошул маиб гэнди башина дурса мухрад дерлер. Тут как бы повторяет сам себя и говорит, что бир гайрыш ше ге кошул маиб, если это слово не будет связано с чем-то другим, гэнди башина дурса, если оно будет находиться в автономном положении, будет стоять само по себе, мухрад дерлер. То это слово будет называться мухрад, автономное слово, как мы перевели. Так, поехали дальше. Но если ты скажешь девар адунай, вот видите, здесь огласовки поменялись. У нас в первом случае было камеч, камеч, а-а, а теперь у нас шива, потах. В словах, в словосочетании девар адунай, слово Господа, дегенде, то есть когда ты скажешь джевабы адунай нын демектор, что в переводе обозначает слово Господне, да, слово Господа. Мы видим, что слово в этом случае находится в зависимости от Господня, да, от Господа. Девар, деген, когда ты говоришь слово девар, сёз адунай га дайанды, то в этом случае это слово девар, оно зависит от слова адунай, адунай это Господь, да, адунай га дайанды, адунай нын джевабы олду. И поэтому оно в переводе у нас получилось слово Господа, адунай нын джевабы. Генди башина дурмады самух дыр. Это слово, оно, как мы видим, оно не стоит само по себе, оно не автономно, и оно поэтому является зависимым. Самух, это зависимое, как мы говорили, да, самух дыр, зависимое слово. Во втором примере, который мы здесь рассматриваем, написано «зэгав га арич». Как мы видели, что слово «зэгав» в автономном виде, оно пишется с двумя камечами. А-а, «зэгав», а здесь оно стоит «зэгав». Ну, в караимском произношении «зэгав» тоже будет, потому что «сива», вот эти вот две точки, когда они стоят перед гортанным звуком, то оно принимает ихнее чтение. Это только в караимском произношении такое происходит, основанное на тиверианском произношении, произношении, произношении бена шера. Поэтому «зэгав а арич», то есть «золото земли», «алтыны ол ярнын», это по-караимски «алтыны», «алтын» — это «золото ол ярнын земли». «Деген де», когда ты говоришь такое слово, словосочетание, «ярнын алтыны олду самух олду». То есть в этом случае мы привязываем золото к слову «земля», и в этом случае у нас слово «золото», оно оказывается в зависимости от слова «земля». Значит, теперь автор объясняет это правило, что он говорит, как, в принципе, можно отличить «замух» «замух» от «мухрата». Как мы это отличаем? «Бесамух лен мухратны таныма нен колай буки». Значит, легко, слово «колай» — это легко определить, узнать, да, таныма — это узнать, легко узнать слово «автономное» от слова «зависимого». То есть «амух» — это «зависимое», «мухрат» — это «автономное». Он говорит, что легко узнать по такому принципу. Если одно какое-то слово, если это слово не обретает стабильность, да, то есть «геле турган» — это стабильность, да, оно находится в любое время, оно не приобретает стабильность в любом положении. То есть если это слово будет отдельно, да, то есть отделено от слова, которое мы говорим в автономном виде, и если есть два вида этого слова, одно для автономного вида и второе для зависимого вида, то тогда мы называем это слово «самух». «Самух» — это, как мы говорили, зависимое слово. «Нешекиль» — для примера. «Мухрати давар самухи дивар» — это слово, которое мы уже рассматривали выше. «Давар» — это слово с двумя огласовками «камеч», а «а», то в зависимом виде оно приобретает форму «дивар». Мы видим, что здесь в огласовках стоит «шива» и «патах». То есть мы видим уже визуально, что эти два слова, несмотря на то, что это те же самые буквы, «далет бе треш», «далет бе треш», но в огласовках мы видим, что стоят разные огласовки. В первом случае это «камеч-камеч», а «а», во втором случае это «шива-патах», «дивар» — «э-а». «Мухрати», «загав», «самухи», «загав» — «загав» по-каримски, да, в крымском произношении. Значит, итак мы видим, что слово «загав», когда оно находится в автономном варианте, оно с двумя огласовками «камеч-камеч», и то же самое, когда оно находится в зависимом виде, то здесь также, как и в слове «дивар», обратите внимание, те же самые огласовки, да, «той шива-патах». Это потому что основная форма «камеч-камеч», и мы видим, что из основной формы получается та же зависимая форма и в огласовках «той шива-патах». Это во всех словах так будет. Естественно, что есть также определенное влияние гортанных звуков, но мы пока это не рассматриваем. То есть мы рассматриваем обычные буквы, как в слове «дивар», «загав» и так далее. «Яхуд» или «мухрати кетав» — «самухи». Значит, теперь мы рассмотрим одно слово, которое пишется и в, ну, как бы, это другая форма. Другая форма «мешкал», «мешкал-ахер». Этот «мешкал» в автономной форме слово «кетав». «Кетав» — это письмо, да, «кетав». Обратите внимание, какие здесь огласовки стоят. Здесь у нас «шива» и «камеч». «Самухи» — «кетав» — «патахлен». То есть в зависимой форме у нас будет «кетав» с «патахом». С «патахом» — не с «камечем», а с «патахом». То есть в чтении нет разницы, но в написании мы увидим разницу в той огласовке, которая стоит под буквой «тав». То есть в первом случае под «тав» у нас стоял «камеч», «а» — длинное «а», а во втором случае под «тав» у нас стоит «патах». Это просто черточка без точки, и оно считается как «тынуа ктана». То есть «патах» — «а», короткое «а». Но есть такие имена, есть такие слова, которые находятся в обоих вариантах и в зависимости, и в автономном виде, их оголосовки не меняются. То есть эти слова будут труднее определить, их можно будет определить только по контексту, находятся ли они в зависимости или нет от другого слова. Это то, что сейчас нам автор расскажет. То есть мы узнаем о том, является ли это слово зависимым или автономным, только по контексту, только по словам, которые будут стоять возле него. Мысли для примера, да, «эрич вишамайм» — «мухраддир» — слова «эрич» — это «земля», «шамайм» — это «небеса», «эрич вишамайм» — «земля» и «небо» — это в автономном виде, как мы видим «мухраддир». «Эрич мечраим» — «земля египетская» или «земля Египта», чтобы мы почувствовали эту разницу зависимости. То есть в этом случае мы видим, что «эрич сеголь-сеголь» и в этом случае тоже «эрич сеголь-сеголь» — это слово, мы видим, что оно находится в одинаковой форме, с одинаковыми оголосовками, хотя во втором случае «эрич мечраим» — оно находится в зависимости, то есть «земля» — «кого» — «чего» — «Египта», да, в этом, а в первом случае «земля» и «небо» — слово «земля» находится в автономном виде, она независимая. Это слово независимо от другого слова. Так, и мы продолжаем, да. Значит, когда мы говорим о множественном числе, раббим — это множественное число, то есть обычно мы во множественном числе добавляем окончание «юд-мем» в конце, вот как мы рассматриваем слово «давар», да, «давар» — это одно слово, а «даварим» — это множество слов, да, то есть в автономном виде «даварим» — это слова, как переводится у нас сейчас «джеваплар», «мухратыр», то есть слова в автономном виде. Во втором случае «дивре Давид» — слова Давида. Во втором виде слово «слова» находится в зависимости от имени Давида, слова Давида. И поэтому во втором случае мы видим, что вот это вот «мем», конечное, оно выпадает, то есть у нас было для множественного числа мужского рода «юд-мем» стояли две буквы, которые в окончании этого слова были, и когда мы поставили слово «дивре» — слова в зависимости от Давида, то у нас буква «мем» выпадает, и вместо «диварим» у нас получилось «дивре», «дивре» — «давид», что в переводе на караимский «джеваплары давиднын», и это находится в зависимом виде «самухдыр». Теперь мы двигаемся дальше. Шейла Кавдалит. 24 вопрос. Какие слова, то есть какие буквы, в принципе, мы добавляем, чтобы определить… мы добавляем в женском роде, да, то есть, в принципе, мы сейчас говорим о женском роде, и, значит, что мы, в принципе, как мы можем узнать, находится ли глагол в женском роде или в мужском роде, да, в отличие от мужского рода. Тешува — ответ «аварларда, тана, деген джевапта, булунган отлар, некивагадр». То есть, в форме прошедшего времени, как мы изучали выше, «авар» — это прошедшее время, значит, в форме глагола прошедшего времени мы добавляем буквы «тана», «тав», «нун», «гей», мы добавляем их в конце глагола. То есть, если в конце слова, в конце глагола у нас окажутся вот эти вот три буквы в разном сочетании, как мы будем видеть ниже, то это будет обозначать, что мы находимся в женском роде прошедшего времени глагола. То есть, если в конце глагола находится только буква «тав», или же «тав», которая огласована согласовкой «щева», то это будет означать, что мы находимся в женском роде второго лица немчет. Немчет — это второе лицо, и это будет нам показывать, что мы находимся в этом виде глагола. «Ама камачлы олса захар нимчага э гретыр». Но если же эта буква «тав», которую мы добавили в конце глагола, она будет огласована с огласовкой «камеч», это длинная огласовка «а», черточка с точкой, которая находится под ней, то это будет означать, что мы находимся в единственном числе мужского рода второго лица. То есть «ты». Для примера будем рассматривать. «Покады та». Мы видим, что здесь у нас под «тав» стоит «камеч». «Покады та». И поэтому мы определяем, что этот глагол находится захар нимчага э гретыр. То есть он находится в мужском роде второго лица «ты запомнил». «Ты запомнил» или «ты сохранил». То есть есть разные значения у слова «покады та». «Ты сохранил», «ты запомнил» и тому подобное. «Ты работал» тоже может быть. Дальше. «Покады та». Мы видим, что здесь у нас стоит под буквой «тав» стоит «шива». Две точки перпендикулярные. И это означает то, что мы находимся в женском роде второго лица. «Покады» — это «ты запомнила». «Ты запомнила» или «ты сохранила». «Нимчедге э гретыр». То есть «Никиваник нимчедге э гретыр». «Женский род второе лицо». «Салд Гегельсе не киванистередге э гретыр». Если же в конце глагола добавлена только буква «гээ», то это будет означать, что мы имеем дело с женским родом третьего лица. «Она». Как, например, в слове «покеда». «Покедагиби» — «она запомнила», «она сохранила». Далее. «Тав и лен нун никивод нимча одга э гретыр». Если у нас в конце глагола стоят две буквы «тав» и «нун» вместе, как, например, в слове «пекады тэн». Мы видим, что у нас есть огласовка «тав» и «нун». И это означает, что мы находимся в женском роду, в женском роду множественного числа второго лица. То есть это «вы», «вы женского рода». «Пекады тэн» — «вы запомнили», «вы сохранили». Это, как мы сказали, это «вы», только в женском роде. Теперь далее. «Бенон нилер» «Бенон нилер дэ гаттав дэ ген от лар никива га э гретыр». «Салд гэ никива яхидагадр». Когда мы говорим о настоящем времени. «Бенон нилер дэ гаттав дэ ген от лар никива га э гретыр». То есть в этом случае мы добавляем букву «гэ». Букву «гэ салд гэ никива яхидагадр». В этом случае, как, например, в слове «покеда». «Покеда» она сохраняет, она работает. «Покеда» мы видим, что в конце добавлена буква «гэ». И это обозначает, что мы имеем дело с женским родом настоящего времени. И значит «она», то есть третье лицо. «Я салд тав». Эта же роль может выполнять также буква «тав». «Я салд тав», только буква «тав». «Она» также может выполнять эту роль, как, например, в слове «покедит». Вместо «покеда» мы написали «покедит», «гэби». И это также является третьим лицом женского рода в настоящем времени. «Вав», «тав», «никивот», «работ», «гадр», «покедот», «гэби». Значит, когда мы говорим о множественном числе «никивот», «работ» женского рода, то мы добавляем в конце, в окончании две буквы «вав» и «тав», как, например, в слове «покедот». «Покедот» мы видим, что в конце мы добавили «вав» и «тав» одну за другой, и это означает женский род множественного числа. «Макорлар» — неопределённая форма глагола, как мы уже изучили раньше, называется «макор» — неопределённая форма глагола. «Макорлар» — герзиман захарга, никивага берабердер. То есть всегда неопределённая форма глагола, она равносильна, равнозначна как для мужского рода, так и для женского рода. «Бераберда» — «берабердер» — вместе, то есть они всегда одинаковы. В повелительной форме глагола «чиву» — это повелительная форма глагола, мы будем добавлять буквы «юд», «нун», «гей», «яна», и это будет обозначать женскую форму повелительной формы глагола. «Юдникива немчет» — если мы хоть поговорим о втором лице «ты» женской формы, женского рода, то мы добавим в конце слова букву «юд», как, например, в слове «пигди». «пигди» — мы видим, что в конце мы добавили букву «юд». «Сохрани» или «работай» — мы добавили в конце букву «юд». «Нун лен ге» — «никивот немчаот га пекодна гиби». Значит, когда мы добавляем в конце «нун» и после нее «ге», то это говорит о том, что мы имеем в виду второе лицо женского рода множественного числа, то есть пекодна «сохраните» в женском роду, да, «сохраните» или «работайте» пекодно. «Этанда» — это будущее время, «бевледер». Таким образом здесь работает. Здесь нужно знать только две различных вещи. То есть нам нужно знать для этого времени, для будущего времени только две вещи. «Беродер» — первая вещь. «Ки этанен тавы захар немчага гретир, вени кива не стеред гада гретир». То есть если у нас стоит только буква «тав» в начале слова, то она может означать «ты мужского рода», то есть или же «она женского рода». «Захарга», как для примера, да. «Захарга» — для мужчины. «Тивкод дер сын сагын демектер». То есть если я говорю слово «тивкод», то я, обращаясь к мужчине, говорю ему «запомни», «тивкод». Если я скажу тоже сломое слово, но уже для женщины «тивкод», то это будет слово обращено к третьему лицу, то есть «тивкод», пусть она запомнит, да. «Дер сын», «тивкод дер сын», если ты скажешь слово «тивкод» для женского рода, то будет перевод «сагын сын», «сагын сын», пусть она запомнит. «Демектер», значит, это будет обозначать слово «тахсагын сын», пусть она запомнит. «Экенджи», значит, мы сказали, что две вещи нужно знать для применения буквы «та», буквы «та» в конце, в начале слова, в начале глагола, значит, вот это второе правило. «Экенджи одр», «киэтанда нунге», «гем нимча отга огретир», «гемнистаролга огретир». То есть, если мы в конце глагола добавляем сразу две буквы «нун» и «ге», как, например, в глаголе «тифкодна», в конце мы добавили «нун» и «ге», то этот глагол будет сразу одинаковым как для женского рода множественного числа второго лица, то есть «вы», «гретир», и то же самое он будет обозначать для третьего лица множественного числа «они», то есть «вы» и «они» женского рода. То есть, если я скажу «тифкодна дегенде», «нимча оттифкодна», да, это слово наивы «тифкодна дегенде», это значит, если ты скажешь «нимча отга сагынныс демеге», то есть перевод тогда будет этого слова «тифкодна», если это для второго лица «вы», то тогда будет обозначать «вы запомните», «сагынныс», это «вы запомните», если это будет третье лицо множественного числа женского рода, «нистародга», «сагынсынлар демегеде эгретыр», «сагынсынлар», да, «сагынсынлар», они, пусть они запомнят, и это будет, или они запомнят, да, будет во множественном числе женского рода, третьего лица «они», «испад», «доказательство», да, «испад» или пример, «ваттахаена эдхайладим», это из книги «Исход», первая глава, именно оттуда взят этот пример, да, пример «ваттахаена эдхайладим», то есть этот перевод, он может быть переводом этого слова «ваттахаена», можно перевести двояко, или как «они сохранили жизнь», «ваттахаена эдхайладим», они сохранили жизнь первенцам, то есть когда фараон приказал умертвить первенцев, которые рождаются, то о этих повивальных бабках, которые должны были умертвлять этих младенцев, сказано у них «ваттахаена», «ваттахаена», и они сохранили жизнь детям, и поэтому можно говорить о том, что это «они», да, «они», «нистародга», «бересы димчаудга», но может этот глагол также перевести как «тахаена», это «вы сохраните», да, «вы сохраните», и «они» и «они» сохранят, или «вы сохраните» в женском роде. Так, что у нас со временем? Я вижу, что времени у нас начинать новый вопрос не очень-то есть. Я думаю, что мы на этом закончим наш урок сегодня, и в следующий раз мы уже тогда начнем сразу с вопроса 25-го. Сегодня мы прошли два вопроса, 23-й и 24-й, и в следующий раз мы продолжим с 25-го вопроса. Так, ну, всем спасибо всем, кто нас слушал и кто нас будет слушать в записи также. Всего доброго и хорошей недели вам всем! ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ